МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. Новые возможности для роста малого и среднего бизнеса за счет информационных технологий, медиа и социальных сетей. В Каспийске открылся самый крупный форум на Северном Кавказе в области интернета и информационных технологий. РИФ Кавказ-2017. Водитель, помни, тебя ждут дома. Ситуация на дорогах и причины возникновения аварии обсуждались на пресс-конференции руководством ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Выходец из Дагестана принес победу своей команде в первой игре главного клубного европейского турнира в нынешнем сезоне против португальской Бенфики. В Каспийске открылся самый крупный форум на Северном Кавказе в области интернета и информационных технологий. РИФ Кавказ-2017. Сотни участников из семи регионов России презентуют свои бизнес-проекты. В течение двух дней пройдут семинары с участием 120 ведущих экспертов в сфере IT-технологий, массовых коммуникаций и медиа. На открытие побывала и наша съемочная группа. В торжественном открытии работе форума приняли участие представители власти, крупнейших компаний ВКонтакте, Одноклассики, Яндекс и другие. Форум обещает быть насыщенным. Ведущие эксперты расскажут, как решиться и начать бизнес в интернете. Отрадно, что с каждым годом наш форум развивается, становится одной из ведущих региональных дискуссионных и организационных площадок в сфере интернета, информационных технологий, где формируются инициативы в области цифровой экономики региона. На Ревкавказ планируется затронуть такие темы, как государственная политика, интернет, медиа и социальные сети, а также интернет-маркетинг. Ключевой темой мероприятия в этом году станут новые возможности для роста малого и среднего бизнеса за счет информационных технологий. Мы хотим получить определенную, скажем так, помощь, содействие, консультацию в деле развития и продвижения наших государственных средств массовой информации в интернет-пространстве. Сегодня очевидно, это одна из наболевших проблем отсутствия госсемей в интернет-пространстве. Есть, но не полная, скажем так, мягкая. Мы очень надеемся, что одним из результатов нашего интернет-форума сегодняшнего это будет как раз содействие, продвижение наших государственных средств массовой информации в интернет-пространстве. Очень на это рассчитываем. После выступления гостей и презентации проектов состоялось в подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве между МВЦ Республики Дагестан и социальной сетью «Одноклассники» в области предоставления госуслуг. Мы хотим, чтобы людям было удобно, не выходя в социальные сети, получить от нас какой-то месседж в виде текстового сообщения, написать нам, в том числе люди смогут нам писать свои предложения, что бы они хотели еще, какие бы услуги они еще хотели получать в МВЦ. Гости также расскажут о способах ведения бизнеса и личного продвижения на просторах интернета. Всего заявки на участие подали более 2000 человек. Завершится форум 14 сентября концертной программой на берегу летней площадки кинотеатра «Москва». Камзат Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурад Абдулазизов, телеканал ННТ, Каспийск. В связи с увеличением количества ДТП по республике состоялась пресс-конференция руководства управления ГИБДД МВД по республике Дагестан. На площадке Риадагестан была обсуждена текущая ситуация на дорогах, причины возникновения аварий и план работы по профилактике нарушения правил дорожного движения. Водитель, помни, тебя ждут дома. Сегодня этому призыву внимают далеко не все автолюбители. Несчетное количество профилактических мероприятий, рейдов, направленных на снижение количества ДТП от ремонтированной дороги. Все это, видимо, еще не помогло нашим водителям исправиться и уровень случаев ДТП до сих пор оставляет желать лучшего. Обстановка, как я еще повторяюсь, все равно остается сложной, тяжелой. Водителя у нас нарушают, попадают в ДТП, нарушают, причем, игнорируя правила, жестко игнорируя правила дорожного движения. Большая часть у нас ДТП со смертельным исходом. Также остается это выезд на полосу встречного движения, гибель детей в автокатастрофах, что это основная у нас причина несоблюдения водительным правилом дорожного движения. За прошедшее лето большинство ДТП произошло на федеральных дорогах. Самые аварийные участки расположены на трассах Махачкала-Кизельюрт и Махачкала-Манас. По словам Евгения Нечаева, это связано с притоком гостей в республику на отдых, в связи с чем дороги были загружены. Порядка 30 тысяч единиц в сутки проходило по этим участкам дорог. Вы сами представляете, загруженность. Ширина проезжей части составляет не более 8 метров. И вот этот поток. Некоторые не выдерживают, потому что стояла в этом году как никогда аномальная температура. Транспортные средства не предусмотрены. Кто-то терял сознание, не справлялся с управлением, происходило столкновение. А в основном, большая часть ДТП – это грубое нарушение правил дорожного движения. На конференции была затронута и тема молодых водителей. Нечаев отметил, что многие начинающие автолюбители сдают успешные экзамены в ГИБДД. Однако, получив заветное разрешение для управления транспортом, забывают обо всех правилах и стремятся продемонстрировать на дорогах всю мощь своего авто. Ложат их в карман и понесся. Зачем? У нас молодежь не понимает, что когда он получил водительский, это не дает ему права нарушать правила дорожного движения. Показать, что теперь я могу все. Мы потом показываем эти примеры в другом ракурсе, когда они показывают, что я могу все. На самом деле у нас погибают молодые парни. Выезжают на встречную полосу, обгоняют, переворачиваются. Пытаются доказать, что его автомобиль способен на колоссальные возможности, но это не так. В планах у сотрудников ГИБДД проведение ряда мероприятий, направленных на улучшение ситуации на дорогах. Ближайший из них – второй этап операции «Автобус», в ходе которого автоинспекторы будут выявлять нарушения, связанные с пассажирскими видами транспорта. К сожалению, несмотря на всю проводимую нами работу, водители автобуса, лица, которые должны, наоборот, быть более ответственны, более требовательны сами к себе. Почему? Потому что они отвечают за жизнь тех пассажиров, которые за одинник сидят, за спиной еще. Они как раз-таки позволяют себе чаще всего и нарушать правила дорожного движения. Также в скором времени вдоль федеральных трасс установят камеры. После выявленных нарушений водителям будут присылаться письма с требованием об оплате штрафа. Абдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Пожар в Тлеротинском районе, возгоревшийся 2 сентября, полностью локализован спустя 11 суток. Сегодня стало известно, что пламя в горных массивах удалось ликвидировать с привлечением сотрудников МЧС по Республике Дагестан. 2 сентября диспетчерская служба лесопожарного центра комитета по листному хозяйству Республики Дагестан обнаружила возгорание пастбищ и задымление на территории Анцовского участкового лесничества. Несванты на принятые меры по ликвидации возгорания пожар перекинулся на лесные земли и более 30 гектар соснового леса оказались в огне. На третий день удалось локализовать пожар в месте первоначального возгорания и тем самым устранить опасность перехода пламени на населенные пункты, но полностью подушить огонь из-за сложности горного рельефа и труднодоступности точек возгорания не удалось. Только спустя 11 суток 12 сентября пламя было потушено. На сегодняшний день пожар полностью локализован. Ну а теперь коротко и о других событиях. В Дагестане 9-летняя девочка спасла детей из горящего дома. В селе Бабаюр загорелся многоквартирный дом. Мимо проходила юная спасительница Милана Юсупова. Услышав детские крики о помощи, она подбежала к дому, охваченному огнем, взяла на руки и вывела из него двух маленьких девочек. В Дагестане появится свой цирк. Соответствующий указ подписал Рамазан Абдулотипов. Студии по изучению искусства канатаходцев планируют открыть в 2018 году в некоторых районах республики. В частности, стоит задача возродить цирковое искусство в Дагестане и приобщить к нему молодое поколение. Села Дагестана могут включить в проект самые красивые деревни России. Он будет представлен на форуме молодежи «Золото трюков», который пройдет в октябре в Татарстане. Проект объединяют села, которые обладают выдающимся историко-культурным и природным наследием. У дагестанцев есть возможность включить один из сельских населенных пунктов своей республики в список самых красивых деревень страны. Махачкалинские школы обеспечат недостающими учебниками. Дополнительная партия учебных пособий для начальных классов поступила накануне в республику. По причине перехода на новую федеральную программу произошло полное обновление библиотечного фонда. Ежегодное число детей увеличивается, и за последние три года школьников Махачкалы стало на 11 тысяч больше, чем в предыдущие годы. Гол дагестанского футболиста принес ЦСКА победу в Лиге Чемпионов. Нападающий Тимур Жамаледдинов стал первым дагестанцем, которому удалось отличиться в матче Лиги Чемпионов. Выходец из Дагестана принес победу своей команде в первой игре главного клубного европейского турнира в нынешнем сезоне против португальской Бенфики. Матч команд состоялся 12 сентября в Лиссабоне. ЦСКА в ходе встречи пришлось отыграться. Первый гол москвичей забил бразильский легионер Витиния, а второй мяч в стане армейцев на свой счет записал 20-летний Жамаледдинов, поразивший ворота Бенфики на 71-й минуте матча. Дагестанские борцы выступят на международном турнире в Минске. 47-й гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя пройдет 16-17 сентября, сообщает сайт спортивной борьбы Дагестана. В состав дагестанской команды вошли 10 спортсменов, среди них призеры и чемпионы молодежных первенств России и международных состязаний. Кроме того, за награды турнира поборются члены сборной страны Магома Гебергаджиев и Магомед Амин Дебиров. Поздравить Александра Медведя с круглой датой, а ему исполняется 80 лет, в Минск отправятся официальные лица из Дагестана. Сообщается, что самому титулованному вольнику планеты будет вручена государственная награда – орден за заслуги перед республикой Дагестан. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 57,66 руб. и евро 69 руб. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин